Через несколько минут мы познакомимся с теми, кто делает главную городскую газету, нашу любимую вечернюю Москву. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о любимой и знаковой газете для жителей нашего города, о вечерней Москве, который в этом году исполняется 100 лет. У нас в студии главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, шеф-редактор ежедневного выпуска газеты Алексей Зернаков и легендарный диктор центрального телевидения Алла Данько. Здравствуйте. Вот у меня в руках раритет. Это первый выпуск «Вечерней Москвы» главной московской газеты. 1923 год. Александр Иванович, у вас есть вообще представление, идея, что интересовало читателей 100 лет назад? Я думаю, что читатели 1923 года, первый выпуск, как и читатели 1923 года в новом веке, интересовало то же самое. Городские новости интересовали. События — это городская газета. Она оригинальная, отдельная от других газет. Чем живет город, как он живет, что ждет. Ну и, естественно, события, которые происходили и происходят в то время. Мне что поразило, честно могу сказать, большой объем рекламных блоков, потому что я помню «Вечерку» советского периода, когда я ее читал и когда начинал публиковаться, рекламы не было ведь вообще в советское время. А я смотрю, что в 1923 году на первой полосе просто две колонки заняты рекламными модулями. Вы знаете, Евгений, меня это тоже поражало и поражает до сих пор. Я даже однажды смог материал написать по рекламным объявлениям. Ну, это были 20-е годы, и НЭП, и, так сказать, «Новая республика», «Новая венья». Вот. Огромное количество объявлений, по которым можно представить жизнь, которая шла, так сказать, в городе. И ведь это единственная, по-моему, газета московская, которая продолжала выходить даже в годы войны. Это правда. Тогда газета выходила пять раз в неделю также, и иногда даже по субботам. Я знаю, Алла Георгиевна, что у вас есть, вы храните как раз 41-го года выпуск «Вечерки». Есть, есть этот выпуск 11 ноября 1941 года. За четыре дня до этого на Красной площади состоялся знаменитый парад 7 ноября 1941 года. С которого уходили прямо на фронт. И что примечательно в этой газете, что именно 11-го числа были заметки о реакции иностранных средств массовой информации на этот парад. Да. Все отмечали, что несмотря на парад состоялся, парад так-то, так-то, и на трибуне стояло все правительство. Еще была очень ненастная погода, кстати говоря, и что небо очень хорошо охраняли наши зенитчики. Кроме того, там еще есть такая маленькая заметочка о поставке англичанами нам военной техники, в частности самолетов. И тут это просто непосредственно связано с моей семьей, с моей мамой. Моя мама как раз в это время служила на аэродроме Чкаловский. И она участвовала в приемке этой техники как военный переводчик. И она летала на Догласах, на других самолетах. Она очень мне много рассказывала. С детства я поэтому этим как-то пропиталась, и с детства это как-то вот живет во мне. Кроме того, Алексей Сурков опубликовал там песню «Марш защитников Москвы». Она очень известная. Ну, где-то в середине войны она просто посвящалась не только защитникам Москвы, не только защитникам Москвы, а вообще тому, чтобы разгромим, уничтожим врага она заканчивалась. Вот так что вот народ сразу мог прочитать. А Алексей Сурков был другом Симонова. Несмотря на разницу в возрасте. Они очень дружили, и Симонов посвятил ему свое стихотворение. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бесконечные злые дожди, Как крынки несли нам усталые женщины, Прижав от дождя, как детей их груди, Как слезы они вытирали украдкою, Как след нам шептали «Господь вас храни!» И снова себя называли солдатками, Как встарь повелось на Великой Руси. Вот это тоже, это стихотворение, оно знаковое. Оно тоже появилось. Знаковое, особенно сейчас оно звучит. Да, и оно тоже тогда появилось в газете. А я это стихотворение читала при поступлении в наш отдел, поэтому он для меня дважды знаковый. Поясните, что ваш отдел – это знаменитый диктор. Потом там еще есть такой раздел, как москвичи готовятся к обороне Москвы, как они роют траншеи, как ставятся противотанковые ежи, сколько их сварили и сколько нужно сварить. Вот это тоже впрямую связано с историей моей семьи. Моя бабушка участвовала в рытье этих окопов. А мой дедушка, тоже есть там заметка о том, как работают промышленные предприятия. Мой дедушка был майором железнодорожных войск. И по своей должности в главном грузовом управлении он участвовал в эвакуации промышленных предприятий из Москвы на Урал и за Урал. За эту работу он был награжден орденом Ленина. Из рук Кагановича он принимал этот орден. Так что вот такая вот газета хранится, поэтому она очень дорога. Александр Иванович, а вот, казалось бы, «Вечерняя Москва» – это такая городская газета про Москву. Тем не менее у вас существует, просто продолжая тему фронта, существует такой проект «Свободный Донбасс». Расскажите, почему... Вот сидит Алексей, Алексей заместитель главного редактора. Он шеф-редактор утреннего выпуска, только что вернулся из Донбасса. У нас нет в штатном расписании городской газеты фронтовых корреспондентов. Но события важные, самое главное, серьезные, москвичи интересовали и будут интересовать. И год назад, когда началась специальная военная операция, я просто обратился к коллективу с просьбой. Я не мог назначить, да, сказать, вот ты лети, да. И вот первым Алексей вызвался. Мы с ним придумали вот этот выпуск «Свободный Донбасс». Мы решили, что москвичи обязательно должны знать, как живет сегодня Донбасс. Мало кто понимает, у нас мирный город, все хорошо, работают клубы, рестораны полны, но мало кто понимает, что Донецк сегодня находится на линии фронта. Там каждый день рвутся снаряды, там каждый день гибнут люди, подрываются на минах, погибают под обстрелами. И в то же время город работает, город функционирует. Это очень чистый город, потрясающе чистый. Я много где езжу по стране, но я сравниваю с мирными городами, и сравнение не в их пользу идет. То есть там все зеленое, везде растут цветы, несмотря на то, что каждый день в эту самую клумбу может пролететь 155-мм снаряд натовского образца. Он же назывался городом Рос. Городом миллиона Рос. До сих пор так называется. Да, он до сих пор сейчас так называется. И вы вот в этом проекте рассказываете о людях Донбасса? Или о москвичах, которые... Нет, в проекте «Свободный Донбасс» мы рассказывали именно о... и рассказываем именно о людях Донбасса, о том, как там, несмотря на военные условия, устанавливается мирная жизнь. Какова реакция была подписчиков и читателей на появление? Реакция была очень хорошая. У нас существует электронная версия, да, люди пишут письма, но у нас до сих пор вечерку, как ее называют традиционно. «Вечерняя Москва» — это много сайтов, это не одна газета. Вы поподробнее расскажите об этом. Ну, смотрите, это было уже много лет назад, 12-13 лет назад, когда у газеты оставалось мало совсем тиража, 7 тысяч, 15 тысяч было посещений на сайте. Пришла новая команда Собянина, мэра Сергея Семеновича. Уточним, в каком году? Это было в 2011 году. И новая политика, новые отношения к городу, сама новая команда, она потребовала других средств массовой информации. То есть переформатирование, возрождение газеты. Пользуясь случаем, телевидением, вашим каналом, хочу сказать, что без правительства Москвы, без нашего департамента средств массовой информации, без поддержки личной Собянина, конечно, газету было возродить трудно. Ну вот у нас есть одна из окружных газет, которую мы издаем, «Южные горизонты». Евгений, 550 тысяч тиража. Я говорю, в мире... Сколько? 550 тысяч тиража. По нынешним временам это просто... Ну, останка знаю. Значит, утренний выпуск, вечерний выпуск, «Толстушка», где вы публикуетесь, где мы с удовольствием печатаем. И есть старшее поколение, которое читает газету. Вот, например, «Толстушка» — это для людей 50, 55, 60 плюс. Они пишут письма. При этом хотелось нам, всей команде, хотелось... Все-таки вечерка, как газета, она какая-то домашняя, она какая-то... Она была часть культуры москвича. И вот была задача не только возродить некий инструмент информирования, но и вот этот дух культуры московской, вечерки, его возродить. Что мы пытались сделать? Как получилось? То есть, как бы... Здесь, помимо духа, все-таки очень важно отметить, конечно, тиражность, потому что вы упомянули мое сотрудничество с вами. Я знаю, что после каждой публикации мне звонят герои публикации, звонят какие-то... То есть я понимаю, что газету реально читают. Как это было? Да. Была ситуация такая, что я сам проверял это. Ездил по подъездам, в спальные районы. И когда мы начинали, перезапускали, нам фотографировали, присылали пачки брошенные. Сейчас есть подъезды, есть дома, где люди записываются, кому вперед, чтобы, так сказать, попала вот эта толстушка, в которой вы сотрудничаете. Я в свое время занималась подпиской, что ли, так вот, да, в отделе. Тогда же нужно было обязательно подписываться. Вечерка била все рекорды, потому что она была более такая облегченная газета. В ней было меньше таких партийного правительственного официоза, но зато было много того, что могло вообще пригодиться в жизни. И на вечернюю Москву всегда подписка была очень оживленной и всегда не хватало. Вечерка единственная газета в городе печатала объявления о разводах. Ой, да, да, да. Кстати, да, я забыл. Да, да, да. Житейское дело. Да, да, да. Я тоже заинтересовался, стал узнавать. Ну, напечатали объявление. Все ждали, да. Но, оказывается, было постановление, до тех пор, пока не будет публикации, значит, тогда это вступает в силу закона. Моя мечта, мечта вернуть. Поэтому газету сейчас называли сплетницей. Ну, это комплимент. Вечерку тогда тоже называли сплетницей. Но это никогда не было желтой, вот как в нашем понимании. Нет, 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 нет. А я еще вот к этому листочку хочу вернуться. Вот эта газета, да? Космос. Посвященная запуску первого советского космонавта. Первого космонавта в мире? Да, первого в мире космонавта. Юлия Алексеевича Гагарина. Это от 12 апреля 1961 года. Фильм День. Да. Конечно же, она реагировала на те крупнейшие события, которые происходили в стране. Такая была газета, что позволительно было какие-то вещи в советское время, когда и цензура, и идеология. Ну, газета «Вечерняя Москва» первая, и, по-моему, единственная, здесь не уверена, напечатала известия печально о смерти Высоцкого, некролог напечатала. Таких фактов много. Почему? Значит, утро в куплете, вечером в газете, да? Да, люди ехали как раз с работы, я помню, и в метро покупали всегда. Да, да, да. И вот эти новости успевали. Вы знаете, когда вот это такое вот псевдоним, прозвище такое любовное появилось у газеты? В 30-е годы. В 30-е. То есть почти с самого начала. В 20-е годы, когда оно начиналось, такого названия не было, как я установил. Но у нас, понимаете, чем больше погружаешься в историю, узнешь такие вещи. Недавно я узнал, что одним из первых руководителей рабкоров, рабочих корреспондентов, был Осип Мандельштам, поэт. Это исторический факт. Он их подкармливал, у них денег не было, в столовую их водил. И учил складывать слова, учил искать новости. Газета всегда дружила с писателями, сейчас она дружит. Там много, много печаталось. Это особого рода газета. Там сотрудничал Маяковский. Я, кстати, вот вы Маяковского упомянули, а я слышал, что это чуть ли не с подачи Владимира Владимировича. Маяковского вечеркой назвали. Не слышали такую версию? Он в своем стихотворении так ее назвал. Да, это правда. В стихотворении до этого. Но кто первый придумал название, вряд ли сейчас кто-то сможет сказать, на самом деле. Вот впал впал впал. Так плотно вошло в народ, стало практически таким файклорным, можно сказать. Но в его стихотворении есть. Вот я думаю, что это пошло именно в народ, как вы говорите, именно с подачи Владимира Владимировича, что, может, и не он придумал. Такая версия имеется, да. Мы остановили музей, потому что... Она же была награждена. Вон орден. Да. Это 73-й год. Вот. Мы знамя восстановили, нашли знамя. Мы нашли фотографии, приказы, удостоверение Маяковского, лейка. Значит, у нас есть... Знаешь, вертушка, помнишь, Евгения? Ты помнишь? А, конечно. Вертушка есть. И так далее, так далее, и так далее. Хороший музей, да. А история, вы же понимаете, что это люди, в первую очередь, это судьбы. И мы восстановили всех главных редакторов, весь галерея. Были потерянные фотографии, были люди, главные редакторы, которые закончили в лагерях, которые погибли. Мы всех восстановили. Более того, и даже нашли фотографии, портреты. Сейчас восстановлены фотографии, портреты всех главных редакторов газеты, которые были. Вот, кстати, когда вы рассказывали про эту награду, я ведь вспомнил, что сейчас журналисты получают премии от... награды от города. А премия, знаете, какая? Ого-го! Просто конкуренция тяжелейшая. Почему? Потому что миллион рублей человек получает за заслуги. Вот сидит человек, который получил эту премию за свою работу. Я знаю, что вы-то прошли как раз вот путь карьерную лестницу, условно говоря. Он пришел стажером. Да, это правда. Да, расскажите о своем пути. Десять лет назад, чуть больше уже, в 2013 году я переехал в Москву из Саверного города Саратова. Ну, и через некоторое время, через буквально пару месяцев устроился работать стажером газеты «Вечерняя Москва». Ну, и через некоторое время у меня так получилось, что меня пригласили в отдел новостей уже на должность заместителя редактора отдела. Потом меня перевели на должность шеф-редактора нашей собственной «Вечерки», газеты, которая выходит по вечерам в метро. Ну, а потом мы решили, что нужно усиливать утренний выпуск наш ежедневный, деловой. И, наверное, три с половиной года назад я возглавил эту газету, являясь шеф-редактором на сегодняшний момент. Вот как-то так получилось за десять лет, давать выровняю юбилей. Ну, Евгений, вы знаете прекрасно, что хорошо пишет тот, спасибо вам за этот разговор. А мы после рекламы продолжим разговор о грядущем столетнем юбилее «Вечерней Москвы» и о том, чем любимая столичная газета живет сегодня.